Всем огромный привет! Это видео будет о самых неудобных секси вещах в моем гардеробе. Его снимаю совместно с двумя Ксюшами, ссылки на их видео будут внизу. У них классные каналы, в которых есть видео абсолютно на любые темы, начиная от отношений с мужчинами, семьи, косметики, одежды. К тому же там очень много юмора. Обязательно вам советую к просмотру. Итак, первая моя неудобная красивая вещь, это вот такое вот платье с открытой спиной. Она не прям там открыта от копчика до шеи, но у нее есть значительный участок. Вот здесь вот он находится. Я это платье называю нет горбунам, потому что оно крайне неудобно, если вы любите скукожиться, расслабить спину и сделать позу утки. Я, допустим, обожаю эту позу, когда меня никто не видит, я исключительно в ней сижу. Эта поза отличается тем, что у вас расслабляются мышцы спины и шея вагинация в абсолютно неоргономическую фигуру. Она развивает кривошею, сколиоз и прочие отклонения в позвоночнике. Самое ужасное, что эта поза плавно перетекает в мою обычную жизнь, и я замечаю, что мне стоит немалых усилий, чтобы ровно держать спину. Причем тогда, когда есть на спине хоть какая-либо ткань, например, как у меня сейчас, то это все дело достаточно несложно замаскировать. Но когда спина открыта, нужно прилагать огромное количество усилий, чтобы не выглядеть горбуном со стажем. Ой, горбуном. Блин, может быть, люди, у которых есть горбун, меня обидятся. Давайте придумаем синоним. Клазимотка. Нет. Давайте вставим горбуном. Блин, некрасиво смеяться. И раньше я в детстве всегда думала, почему пожилые бабули-старуши ходят скрючившись. Думаю, ну это же неудобно. Зачем им рассматривать постоянно что-то на асфальте, когда можно разогнуться, отбросить палочку и уходить ровно. Сейчас я понимаю, что все происходит незаметно, шаг за шагом, и начинается с элементарного расслабления спины. Поэтому такие платья классная вещь для профилактики. Горба растущего. Громантично. Да, это дико неудобно. Постоянно нужно напрягать спину. Но это выпрямляет осанку и тренирует мышцы. Вторая моя неудобная вещь, это вот такая вот здоровенная длинная миди-юбка в форме солнца. Она просто огромная. Вот смотрите, тысячи-тысячи-тысячи. Она неудобна в нескольких позициях. Позиция номер один, это то, что в ней огромное количество материала, которое нужно гладить. Весь этот материал складывается в складки, всякие кучки, заминки. Соответственно, чтобы прогладить, нужно минут 20 просто без остановки лозить утюгом туда-сюда. Пункт номер два, который дико неудобен, это то, что в ней не получится быть красивой в стиле, знаете, такой вот эра-секси-стайл. То есть, когда у тебя там есть небольшая, обтягивающая, оголенная часть тела, только за счет этого ты уже выглядишь вполне симпатично. Нет даже ни силуэта ног, ни какого-то намека на то, что у вас стройные ноги. Благодаря вот этой классной миди-длине остается некоторая загадка. И женщина похожа не на открытую всем книгу, которую можно туда-сюда болтать, листать и перечитывать, передавать другу там, и, не знаю, сдавать библиотеку, а на такой крепкий орешек, который нужно конкретно раскрутить, потому что он не стремится быть всем открытым. Да это как? Следующее платье-бандаж нет выпеченному пузу. Это платье из плотной, такого достаточно стречевой ткани, но в то же время, как ни крути, оно обсягивает фигуру. А это значит, что все ваши жировые складки, почему ваши наши, жировые складочки, вот эти спасательные круги, липидные пояса, свисающие пузиня, все-все-все, что скрыто, будет открыто. Такие платья, которые максимально подчеркивают фигуру, вынуждают постоянно обсягивать живот. Причем я думала, что занимаются этим делом все, но недавно стало для меня открытие, когда я увидела немалое количество женщин, которые реально при наличии пузиня надевают какие-то обсягивающие в зоне талии. Платья вообще не парятся, что у них при ходьбе там впереди, что-то колыш, что-то, знаете, мягкий черепаший панцы. Иногда лично меня подмывает, знаете, прикольнуться на тему беременности, но потом я думаю, что это очень некрасиво. Сейчас все толстушки от меня отпишут. Девчонки, на самом деле, я сама регулярно набираю 10 кг, у меня туда-сюда скачут, причем, блин, вообще у меня всегда скачут в одну сторону, в сторону к 100. В подобных платьях вариант расслабления совершенно не прокатит, потому что сразу станет всем очевидно, что ваша псевдостроенная фигура это исключительно иллюзия, бандажи, корректирующие белье, и что минимум 15 кг переднего жира регулярно втягиваются в брюшную полость. Также это платье огромная головная боль при застоле, потому что каждая котлетка, мне кажется, не то, что там проходит обработку, какого-то, знаете, расщепление на жир, она сразу, мгновенно поступает, чисто на пузо, и все, застревает там на века. Но я поняла, что втягивание живота это огромный плюс для тренировки фигуры, потому что реально качается пресс. Третья моя вещь, это индикаторы для психически неустойчивых людей, поэтому если вы чувствуете в себе задатки и шизофрения, то лучше бегите, потому что сейчас будет нижнее белье. Эта штука у меня уже засветилась в первых блогерах, когда долго висела на заднем фоне. Покажу вам его быстренько, дабы ни у кого не разыгралась фантазия. Это вот такой вот бюст. В нем есть большой минус, это то, что здесь очень странная подача материала. То есть здесь конкретно обрезан верх, вот где заканчивается внешняя сторона чашки, здесь, собственно, заканчивается ткань, то есть четко на половине. Итого, данный бюст в два раза ниже, чем обычный. Плюс ко всему, в момент носки он еще просто съедается, не скажу чем, я сама не знаю, но он куда-то исчезает, просто превращается в две полоски. В итоге возникает эффект отсутствия белья. Короче говоря, он расползается вокруг объекта назначения, и у вас получается просто очень хорошо поддержанная грудь, но при этом никак не прикрытая. Это крайне неудобно с подбором одежды, потому что если будет маломальски прозрачно, или с тонкой тканью, там топ какой-нибудь, то будет такой вид, как будто вы просто ничего не надели, и с достаточно таким нехилым размером вышли без лифчика гулять. Это смотрится очень круто, потому что свою роль данная вещь все равно выполняет, но с другой стороны, она никак себя не выдает. Итого, создается впечатление, что у вас просто, знаете, две камена умни, если вы сейчас близко подойдете к стене, там, я не знаю, два кирпичика, которые четко подходят под ваши параметры, они просто куда-то выбалятся, потому что вы их выдавите. И последнее, что я вам покажу, это вот такие вот туфли на достаточно высоком для меня каблуке. Я терпеть не могу носить высокие каблуки, делаю это исключительно по особым случаям, не знаю, может быть, у меня какие-то ноги не такие, подъем не такой, может быть, я просто ленива, особенно учитывая, что передвигаюсь я по городу пешком практически всегда. Но я спасаю ситуацию таким образом, что самые трудные полосы препятствия дома до работы, и также, когда мне нужно проехаться в общественном транспорте, и с вероятностью 250% самые крупноговоритные и тяжеловесящие люди, которые со мной едут в вагоне, они меня найдут и будут мне несколько раз наступать на ноги. Я туфли уже держу в местах конечного пребывания, например, на работе. Это очень удобно, потому что у меня есть всегда с собой какая-то сменка в виде балета, как, допустим, если я устану, либо мне надо есть, либо мне надо метаться, как не знаю кто, в общем, по кабинетам носиться, все быстро и нет времени делать вид, что вы длинноногая красотка, то подходит сменка. А тогда, когда у меня есть запал и настроение, я могу себе позволить медленно, нудно ходить, действовать всем на нервы, я надеваю каблуки и начинаю нервировать. Но реально заметила, что особенно женщин не очень добрых иногда раздражает, что ты ходишь и вся такая из себя, а не просто там как серая мышь передвигаешься ползком. Вот и все, что я вам хотела рассказать. Очень надеюсь, что вам было интересно. У вас есть ли обалденно любимые вещи, но которые крайне категорически вам неудобны? Жду ваших комментариев. Всем спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok